нет не видно почему нет у вас а я на ипэте может быть здесь как-то не знаю смотрите должен быть задние передние дни у вас может быть у меня на планшете у меня там очень компьютер стоит ну да у вас камера так слушаю вас кто вы и откуда я дима из калининграда у меня не узнаете плохо вижу вас ну 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 вы мне позвонили я вам перезвонил да я позвонил то видите разговор то шел какой-то димитрий первый раз вышел на меня внезапно сегодня два сообщения поступило что открывается другой путь у нас то думали как ну все перебрали украина закрыта совершенно да не то что там я не хотел бы не запускают таможню сожгли моя война идет но и нужно идти только через эту белоруссию захватывать польшу и дальше уже вниз считаю там югославии сербия это такое и дальше румыния болгария загадка загвоздка вот чем что у нас шенгенская виза должна открыться 5 то есть 4 числа 24 00 июня ну это как мы предполагали то да которые находятся такие как украина румыния болгария они нас не как ставится мы через них проходим подходим границы греции и нам открывает мы точно потому что у нас 30 дней всего быть в шенгенской зоне поэтому мы каждой минуты дорожим и вдруг теперь все по-другому я захожу шенгенскую зону в польше они же в шенгене то она не нужна теперь я больше тысячи километров качусь вниз а это уже идет отсчет моих 30 положенных дней и я открываю для себя нужно только через два-три дня когда подъеду греция вот какая беда то ну думали гадали и сегодня друг на меня выходит три человека одна из них наша бывшая деревенская она уехала гречанка еще один грек из салоник оказывается есть путь и путь через турцию я вчера смотрел по карте но думаю турции туда надо заказаться со странами санге без визы и режим у них ну да там ну как было я вот турцию летал еще раньше там на вылете как бы прилетаешь туда и не тебе за двадцать долларов ставят визу прям прямо там значит что здесь нужно идти в северную осетию алания называется мы были прошлом году заходим в грузию а в грузии там совсем немного но надо смотреть где и заходишь турцию простой прием и далее вдоль берега моря и это все еще мы не не открыли шенген и мы попадаем прямо в стамбул то есть мы день сокращаем а не увеличим на три дня просрочку тут я сейчас поговорю со своими братьями но и сегодня еще из салоника под димитрий который заходил то я я не узнал что вы это звоните то но я подумал что первый раз тоже кто-то ну вот такая история грузить груз мы будем четверг а какой день он выйдет отсюда пока не знаем потому что надо набрать полную машину но у него то большая же фура то мы не одни пассажиры то у него будем поэтому он грузить сейчас по городу где по краю забирает нас может договорились они должны были еще завтра но это около 12 трудно нам людей собрать люди на работе а тут они с 8 утра заговорились на четверг отложили чтобы мы были первые ну мы грузим примерно 3 800 япон 3 800 где-то 4 5 квадратных метров получается если бы она стояла просто в куще а то есть мы ее будем раскладывать нам надо разложить все ну там контейнер большой вот когда мы его разложим потомом по книгам по номерам все после этого из каждого номера 1 2 мы открываем одну пачку и каждый 30 номеров мы должны открыть и теперь начинаем паковать по одной книге в два ящика коробки то нам не хватает теперь следующий следующий мы таких экземпляров то есть по 38 два ящика это 2к 2 коробки за одну считается даже сделать примерно 23 25 экземпляров каждый заезд за каждый заезд это уходит у нас много времени мы больше полдня пакуем только груз я понял а вот когда будут володя там с ребятами будет разгружать в контейнер книги их надо же когда сортировать правильно нет не надо пусть кладут мы приедем сами рассортируем только когда ему предупреждение дайте скажите они по 8 книг ну по 8 по 10 больше нету это 7 8 килограмм не коробки эти в бумагу завернуты я понял не в типографии как это было так и они крест на крест перевернуты бывает эта веревочка то смещается когда они берут в руку пусть смотрят где веревочка то она краю подползла маленько пальцем толкни ее к середке то да чтобы не будет чтобы у них не портит они рассыпятся они у него будут в рассыпную и там дальше будет каша малаша я понял чтобы внимательно смотрели в руках не развернулась если даже развернется аккуратненько так поставить чтобы она объем не изменила а на него дальше сколько надо там ставит а потом мы приедем мы все разложим никакой примерно что посчитать если можно а когда они их ровно сложат там легко посчитать размерных почти одинаковые сколько мы но я скажу сколько примерно около 500 500 чего упаковок до 8 или 10 бывает даже по 6 книг в разное время разной типографии делали так и мы можем почему не так делали вот так и наше дело пока пока все благополучно я всегда говорю но если что-то невыполнимое чтобы мы подняли руку и сказали все ничего не сделать но как господь показывает что ну допустим нам трудно в английскую визу открыть ну да я как бы и ваш смотрел видео вы уже сами не рады что туда и там отчетки глаза отпечатки пальцев уже съездили все сделали это позади но они у нас забрали паспорта они их отправили в москву и они могут их тормознуть по независимым от нас решили так они получают визовый центр новосибирске они нам сообщают но если они не сообщат до 26 мы остались вообще без паспортов ни шенгена ничего у нас нету нам тогда приходится в новосибирске с ними вести разговор крупный потому что они говорят оформляет не более трех недель а у нас получается что больше трех недель мы имеем право претензии предъявить но если только нормально будет мы попросим чтобы они дали сигналу москву чтобы их задержали паспорта мы выезжаем туда скажем да то есть вы уже с нами туда поедете через москву иначе мы мы никуда не даже если они открыли нам визу а паспортов нету я не могу там сидеть два дня еще я могу на сибирске посидеть потерять где-то там сократить в греции я сказал сегодня в греции мы у вас сократим время пребывания ни в какую там священники люди там могут монахи собрать и у нас самое большое конечно собрание будет это греция англия и финляндия а где мы останавливаемся сам германии там проще просто собрались один раз были переночевали помылись мы поехали но понятно самое длительное где но дальше они уже нас говорят и из этой из херсинки в турку переводят там в город ту турку из стокгольма а из турку это уже финляндии херсинки там их пробудем сколько и сразу на таллинн а таллинн это бывшая наша республика то три республики проходим через белоруссию или через там я не знаю через эстонию прямо в россию но мы еще нынче довольно необычно будет думаю пройти до мурманска там карское море где иначе нам тут никогда уже не быть но это на своей территории тут мы знаем как себя вести я сейчас все их правила все записываю скорости к чему они привязываются прошлом году я много еще написал ничего не потребовалось она делала на месте показала тоннель и самые большие тоннели там по 25 километров больше 49 под землей ну понятно не я на вас оттолкнул еще раз извиняюсь я не знал кто это тут у меня не показана фамилия да и на тишину да я по главную что это тот самый который вдруг у нас перестала работать я думаю дай-ка я на него выйду но я понял у вас там свои своих забот выше выше головы не понял так что я отошел или что грех грех салоников а он из россии для нас это помощь сейчас мы с трех сторон ждем информацию а потом я братьям скажу я успокоился полностью что мы не теряем время нам драгоценное время англии финляндия что были везде мы можем день от силы полтора и двинулись а там не как тремя днями даже не обойдешься они столько встреч назначают там это благословение это то самое для чего мы нужны хотел бы в грецию поехать если по возможности не будет возможность этим летом тоже можешь съезжу в грецию по польше через германию через берлин пошли вниз там через черногория хорватию но на машине если поехать в германии прошлом году были нам важно быстрее захватить у нас единственное место где никакой встречи не намещается пока испания вообще никакой то есть мы доезжаем до центральной библиотеки в мадриде но если не появится появлялась какая-то через грека женщина или девушка ну ее нету и они не нашли нам узнать русский где диаспора из там ручки это еду не с проповедями проповеди есть я одну-две скажу мне главное с людьми встретиться и ответить на вопросы на самое сильное место до сориентироваться по разным вопросам тем более сегодня такая обстановка как все это рассматривается согласно слово божие как это во свете библии смотрится да я вчера смотрел ваши ролики вот последние в ю тубе вы общались даже с человеком с башкирии да да кстати вот у меня мама родом оттуда ну как бы мои корни оттуда тоже это мой как бы земляк мой так сказать а вы последние посмотрите мы это сегодня понедельник мы вчера приехали только из потеряевки у нас смотрел вчера смотрел сидел смотрели то 6 священников было из местной епархии московского патриархата диаконы смотрю там кое-что можно увидеть там собрание небольшое было концерт небо понравилось про меч божий то есть нельзя его избежать нельзя ему прис препятствовать из ветхого завета проклятство дело господне делает небрежный удерживает меч господний от крови ты можешь сочувствовать я молюсь это бесполезно почему наступил момент расплаты согласен и мы даже бога благодарить да все почему я беру эпиграфом для себя на каждый день семикратно в день прославляю тебя бога за суды правды твои не за то что мне хорошо а за суды а суды его бывают такие что трудно даже поверить что мы останемся живые это суды его и надо бога прославлять почему потому что конечно события которые за этим последуют от нас сокрыты мы не знаем бог программирует программу на тысячелетия вперед а мы видим только перед собой сейчас который на майдане там беркут забрасывали зажигательные смеси это молотова это коктейлями или они подскакивают и десятиклассники всем хором крещат прямо огромная площадь москаляку нагеляку то есть русских на веселец русских на ветку они не знают что впереди их ждет на что их ждет ничего хорошего их не ждет это однозначно если на ненависти воспитать что те это и жнет что тут говорится согласен абсолютно верно да и как они они я понимаю это конечно тоже многострадальный народ и понятно что их со всех сторон щемит и постоянно постоянно у них меняется то власть то еще что то но тем не менее они забыли что мы их братья и мы единый народ белоруссия украина и россия это один народ да и не понимают что у врагов у врагов на они действуют по их не как бы лозунг разделяя властвуй это же самое главное это же понятно я не знаю и ежу ну как бы их по ходу так довели что они уже забыли про это это плохо что они забыли а надо помнить согласен и помнить это когда помнишь о смерти написано помни день последний день смерти и вовек не согрешишь вот им написал письмо но не один а наши которые там режиссер артисты много людей подписал никита михалков и они оттуда отвечают отвечает тоже режиссер и мы считается это мозг нации грамотные люди да даже близко сравнивать нельзя эти говорят им давайте как-то налаживать отношения те у нас 6 миллионов русских в украине это биомасса это уничтожить надо их всех ну куда это годится 6 миллионов это гитлер только это не знаем говорил он или нет 600 миллионов а нас тут 46 это не так много потери будет как будто говорят о потере материи или картошки да а нет то они забыли что они такие же как и мы русские они также выглядят практически на том на ком на таком же ике языке разговаривают насколько надо быть я думаю что это меньшинство так мыслит меньшинство это помешательство от обеснования не словами не самая дура не свойственно несвойственно это сатана только научает как так 6 миллионов на геляху с ума сойти слушать даже это думаешь потеряли направление люди но мы молимся еще бог даст мы молимся в прошлом году много ездили по украине у нас там друзей полно везде в одессе по центральной части харьков киев у нас просто не разделяем эту нацию мы едем сейчас виктор савченко савченко шофер который кручина но фамилии тащи ну понятно кручина я живу с володей володя пащенко у батюшки жена антоненко одни просто и как разделять это умышленно кто желает разделить жириновский как-то сказал это никакой не язык это просто вот они были под польским владычеством и там их усиленно заставляли говорить только по-польски вот там всякую смесь намешали мне всегда кажется по украински говорят это просто ну балуются маленькие ребятишки ну да такой интересный у них и диалект так сказать как будто придуряется человек не смеется литература так не говорю не говорят вот они даже сказать мы говорим пресно дева мария о них как это всегда девка ну как девка а богородица сказать ну да это вообще звучит очень неуважительно у нас это дева она сразу звучит девица но это вопрос уже от нас не зависит но сказать то мы можем чтобы самого себя утвердить хотя бы я удивляюсь уже у вас нет этого глазка то потом может найдется он да вот как-то не понимаю как он включается вот тут есть у меня передняя задняя камера это прервет нас разговор так у вас какие-то вопросы есть до техничного вот в целом узнать как у вас дела да все узнал было несколько человек шофер с дороги будет звонить до выйдет и чтобы когда снимает веревочки смотрели чтобы они не сползли до аккуратная загрузок аккуратная разгрузка и чтобы народ был 2-3 пачки обычно вот я беру две ребята по три они все типографские увязаны ну так как они там у них которые завязывают бывает там девчонки работают и поэтому она плохо затянула и она уже расслабла веревочками перевязали многие подписали а приедем и тогда разложим все это мы у них оставим главный груз мы готовим сейчас сухари и все такое в россии там уже все пути выхода знаем а там вы примерно вот загадывать на заранее на дорогу нельзя вот примерно когда вы планируете приехать туда в калугу калугу когда я сейчас могу сказать двадцать седьмого выйдем двадцать восьмого двадцать девятого значит тридцатого мы там будем понятно то есть в пену примерно ориентироваться 1 июля это у нас месяц июня он без дня но видите как если мы через турции направимся я пока только разговариваю без моих братьев но нам нужно заехать вот у меня один в друзьях он сильно помогает сергей парализованный видели да да смотрел ваши он воронеже а к нему если ехать это специально надо так у нас попутно кроме того прошлом году мы были ростовской области город шахты там ждут там авария была и хозяин сильно пострадал и и нам нужно попроведать его и тоже по пути то есть склониться к турции очень легко нам пусть известны у нас везде друзья ну слава богу пока я говорю только один их еще нету я сейчас просматриваю там есть два выхода из белоруссии который самый более южный мы через него можем выйти нам не надо там выходить куда на варшаву или где чтобы сразу свернуть но вот то что мы раньше времени заходим шенгенскую зону она нам не нужна потому что почта зачем нужно вот это меня сильно тревожило я молился и молился просил и сегодня вдруг такое вот начинается как просветление внезапно три человека без моей просьбы вышлими и толкает прямо на грузинскую дорогу у нас сейчас постоянно ездят дорога хорошая отношение хорошее ну говорит там на мосту стоят эти турки с автоматами вы говорит сильно так говорит не глядите не бойтесь они туристов вообще не замещают они смотрят только за террористами нарушениями там дисциплина говорит хорошая понятно если господь благословит значит значит путь благословенный мы идем не ради праздного любопытства не паломники мы никакие достопримечательности не смотрим нас национальная библиотека и собрание людей где есть люди мы везде беседуем оставляем делаем подарки и сразу уходим мы едем с большими сильными подарками этот юноша который вышел он салониках я так хотел бы ваши книги купить вышлите я говорю почта обойдется еще два с половиной раза дороже книги дороже это вам 20 тысяч 100 рублей умножить в несколько раз надо а когда мы поедем туда у вас там знакомо есть позадите адрес салоники оттуда заберете мы бесплатно вам довезем понятно и гантин тихомич благое дело удачи вам во всем и благословения господа у вас если знакомые священники кто бывает вы немножко расскажите что скажи просят молиться это самое длительное самое дорогое и самое продолжительное путешествие и мы нуждаемся в помощи повсеместной чтобы батюшки помолились за нас многие молятся священники и епископы и сектанты разные и мусульмане за нас все молятся здесь калининграде как-то не нашел контакта особо где-то будешь или разговаривать и просто вспомни что ты дома на кровати а мы где-то в лесополосе под дождем дороги прижались чтобы быть незамещенными а уж за границей там совершенно нам но по-другому приходится перестраивать и мы не можем ни костер развести ничего ну с собой будут баллончики где-то подогреть хотя бы а вас какие баллончики у меня вот баллон есть такой польский газом заправляется он ну где-то вот вот с голову примерно чуть больше такие маленькие трубочки взять две руки сложить или рука например толщина руки а вообще маленькие у меня побольше есть ничего нельзя даже в россии а в россии это у нас специальная решетка я траншейку копаю это моя обязанность длиной допустим сантиметров 60-70 шириной там 25-30 из такой же глубины и решетку у нас сваренная с собой с большими ушами эти поперечинами и все у нас огонь никуда не идет он внутри немножко подбросишь она как атомный котел кипит и кипит и нигде ничего не огня не дыму а потом уезжаем и все замазываем и не найдешь где мы были ни бумажки опять землю сравняли притоптали тишина порядок Игнат Тихонович скажите а вы же на телефоне будете когда будете проезжать все европейские страны не со мной в это говорить дело в том что я никому не звоню по одежке протягиваю ножки и когда мне звонят я в руки не беру телефон потому что если я слушаю там то деньги сразу снимают я раз а два послушал там был где далеко то есть меня 300 рублей сняли а для меня 300 рублей катастрофа понятно Игнат Тихонович ну послушайте я вам скажу такую вот сейчас есть такая опция допустим в МТС у вас какой оператор знаете вот все что нужно по этой части это будет у шофера я могу взять его телефон даже сейчас сказать он будет у него это все есть дело в том что можно подключить такую опцию она стоит по моему снимается 20 или 25 рублей в день и все входящие звонки вам бесплатные мы это знали но у нас этой нужны нету он сам звонит своей жене ну и все на этом а мы не касаемся мы в интернет выходим только один раз в неделю будем выходить когда будем возвращаться на место ставки ну то есть шофер в курсе этой опции я понял я просто думал я слышу про это но меня вообще это не касается я вот думаю мне можно позвонить и то только на 2 минуты я каждого предупреждаю разговор 2 минуты даже вот кто-то звонит это в реально из-за вредности это вредно на голову влияет согласен да телефон а вот если что в дороге там вы ну мало ли там смс сбросить можем а смс да конечно в дороге что но мы договариваемся у нас открыта пластиковая карта и кто если мы допустим что-то пострадали на нее могут перевести мы договорились ну если что меня если там какие-то будут нюансы я как бы тоже могу перевести вам помогу если что ваш телефон то у меня есть да если что звоните там что смогу да 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 я буду знать но пока господь милует ни с одной поездки ни разу мы никому не звонили ну дай бог дай бог просто прекрасно я сейчас уже все думаю если мы поедем через Турцию и придется там с ними разговаривать они то не понимают какие можно им подарки сделать они Иисуса признают как пророка Иса я могу им подарить вот у нас со цветными гнезда в Адаре репродукциями Новый Завет на русском же на русском ну конечно на русском они хоть картинки посмотрят а русского человека найдут там русских много там говорят храмы есть ну да русских не хватает к любому да русских разбрелось по всей Европе столько что по всему миру по моему больше чем в России русских то вот сейчас обвиняют что Путин не помогает Донецку то другое ну я так рассматриваю сам понимаю что ждут большие жертвы чтобы не 100 не 200 а когда жертву будет исчислять все тысячами тогда на защиту русских людей защиту тогда мгновенно ведут войска да я думаю что до этого они не доведут сами те силы противостоят у них какие-то другие цели да я думаю вот эта цель будет главная и думаю что они уже договорились с высшестоящими с Обамой другими когда эти все в Сирии это большая закулисная игра это все идет по плану который от Бога всемирному владычеству мне сегодня поступило сообщение от очень высокопоставленных военных священник передал один в июне месяце может начаться частичная мобилизация в России это что значит это означает призов ага вот так вот да так вот сегодня вот у нас допустим у нас есть особый бланк если хотите я вам вышлю вы для себя его сделаете этот бланк свои там фамилии имя и отчество спишите и пойти в военкомат но надо чтобы желательно чтобы священник расписался а он у вас не распишется тогда он не нужен без него сами пойдете и покажете что вы не воюете но не отказываетесь от армии потому что согласно закону Российской Федерации а вы к нему относитесь нам разрешено служить в альтернативе то есть ухаживать за больными но не два года а допустим три года и поэтому тебя уже не пошлют ни в Чечню ни в Украину воевать ящики подносить не буду окопы буду рыть раненых буду выносить хотя бы я погиб я не отказываюсь но убивать не буду я христианин нам запрещено это и мы такие подаем и у нас никого нет мотивирует тем что я христианин да я не могу давать то есть все у нас в этом в этом как сказать заявлении все написано да а вы можете выслать значит сейчас на меня в мейл.ру выходите я вам вышлю сразу я его просто могу текст и могу просто бланк ну бланк он вам то не потребуется потому что там надо свой уже название общины где вы ходите в церковь священники у нас то наш священник он полностью мы единодушны а вас то можно сказать да русские всегда воевали там суворов а ты молчи они воевали они за это ответят так так вот мне вот интересно вот это вот точку зрения нам то есть христиане категорично не должны брать оружие в руки а у вас есть кисленого православия книга да и там есть статья написано так по заголовку а я говорю вам любите врагов ваших там все что говорит библия что говорят святые отцы что жития святых это все скрыли от нас кисленому православию и где как в каком месте у вас книжечка кисленому православию да и где там и там в конце посмотрите оглавление написано в оглавлении а я говорю вам пишите а я говорю вам любите врагов ваших вот так называется статья это большая статья абсолютно неопровержимая на основании библии канонов церковных жития святых и трудов святых отцов то есть к этому нельзя добавить ни одной строчки никакой войны быть не может присягу давать нельзя да вот это самое главное вот допустим если смотреть на стерлигова да вот возьмем стерлигова он же категорически говорит и осылается допустим там на летописи Ивана Васильевича Грозного и что типа как бы русские русские всегда защищали и оружие это нормально и ссылается допустим на Сергия Радужского и так далее и тому подобное так у нас есть форум вы на форум заходите да и там есть в правой строке вот под храмом общий поиск вы в него зарядитесь стерлигов да и он наш форум вам даст материал о стерлигах и что я там отзываюсь он не верующий он признал что нигде православных нету только он один прямо так и говорит еще где-то какой-то епископ он дурит он боится что у него денег будут просить но я думаю что он не этого боится а он как-то в стойку категорично встал и он слишком агрессивен хотя он некоторые вещи правильно говорит допустим борода там православные о том что здесь слишком много нерусских и так далее у него много всяких интересных правильных вещей есть но что касается оружия что касается оружия я как бы вот смотрю на него мне кажется он сильно агрессивен я не хочу говорить ни одних слов кроме того что он по библии не верующий он совершенно мертвый он от ума говорит он во время охватанул эти миллионы и спрятался и теперь дрожит над ними он знать еще не знает он клеймит налево направо всех патриархов до единого и никого нету это не вера совсем не вера в мире только он один и еще где-то епископ у него никого нету но он забыл про церковь совсем конечно совершенно он не причащается ничего он склонялся к старообрядцам теперь все старообрядцы это не церковь патриархия не церковь зарубежные не церковь грехи это не церковь запомните не просто они поступают неправильно а не церковь то есть это ну он атеист самый натуральный да говорить не надо он их в упор не видит хотя он конечно такой яростный как вот можно сказать не знаю с кем сравнить вот как допустим павел был апостол он был как сказать горячий да такой пламенный да вот в нем это пламя есть вот немного неправильно он мне кажется не в то русло его направляет знаете есть слово такое чуждый огонь чуждый то есть огонь горит но это огонь чужой то есть свечку можно подбежать от папиросы и когда чуждый огонь неизвестно где факел зажженный принесли сыновья Аарона главного первосвященника бог их убил сразу так у них же огонь был огонь для храма тебе понятно нет бог убил их подошли с чуждым огнем огонь должен быть божественный согласен и человеческой силой не выправляется а как считаете что патриархия патриархия вот московская патриархия полна заблуждений но она благодатна священство истинное патриарх истины Кирилл не истина поступает где за это ответит но он благодатный я его приму по первому классу поклонюсь и благословлюсь у него этого нет он меня сразу Игнатий еретик его спрашивали он был в Барнауле а с чего еретик сам наверное не знает а он еще не считал не видал ну понятно да ну да про этого Кирилла про нашего конечно очень плохие там ходят слухи он же сам калининградец не важно он первосвятитель и для меня он патриарх он не наш патриарх мы его не поминаем на церковной молитве а вот приехали батюшки они поют и мы ничего против не имеем но на прямой подчинение мы не пойдем потому что они сразу нас уничтожат это дух рабства дух лжи друг перед другом мы живем в такой свободе которой все поражаются вот приходят на наш сайт я впервые мировой сети встретил чтобы так открыто четко никому не угождая говорили мне этого нельзя делать я божье дело несу я обязан сказать что Бог сказал а тебе не выгодно а я об этом никогда не думаю мне выгодно быть верным Богу вот главная выгода согласен и вот я папу римского признаю не забывайте Григорияна армян сирийский копты который имеет рукоположение от апостольских времен но вот вы вчера как бы видео я смотрел вы говорите что первое стоит ну если по рейтингу ну как бы по классам по шкале быстрые то получается первое православие второе католицизм католицизм ну если уже так по большому счету то первое католицизм по количеству второе православие православие это и старообрядцы которые имеют священство это новозыпковская древнеправославная у них там у них патриарх рукоположен Александр и белокреницкая в москве у них митрополит корнилий на рогожском кладбище это законная церковь очень близкая к той какая была при князе владимире то есть они они обряд двуперстя ничего не заменили так есть третье это григорияна армянская апостолическая в армении они в четвертом веке уже приняли они на полтысячи лет раньше нас приняли христианство и от первого века которые это копты и сирийцы копты очень близкие там эти какой-то марониты называют я уже не знаю даже теперь какие у них сохранилось рукоположение вот в этом вся суть раз рукоположение сохранилось значит настоящие диаконы настоящие пресидера настоящие епископы все а заблуждения заблуждения у нас тоже хватает только мы их не поддерживаем церковь без священства не бывает без церкви спасения нет вот у меня главный вопрос беседы с сектантами я признаю они во всех пунктах лучше нас они чище нас живут они более дружно у них нет разводов нет матерков нет пьяницы но они не церковь и причина одна нет рукоположенного пастырства я им советую вы все-таки смиритесь придите попросите ну православные плохие пойдите к папе ну не нравится папа пойдите к Григорияна армянам поезжайте к оптам и вы будете настоящей церковью они скажут а у нас Божья Матерь там не поклоняйся не поклоняйся ну не поноси икон нет не называйте идолами для вас достаточно пусть будет без икон а мы крест не будем нести нести тот крест который Бог дал страдания то есть чтобы они нигде не захватывали догматику православия с них будет этого довольно об этом многое говорит Василий Великий не требуя синкратитов ничего особого чтобы они только присоединились к церкви а то что у них это не так обряд не такой это второстепенное даже менее того Игнат Тихонович вот я допустим что касается меня я в армии не служил ну по юности лет тогда когда была армия то есть самый был такой пик развала да развала дедовщины и так далее ну мне как бы было не сложно в армии служить но так для себя понял что я не хотел терять свое время то есть мои сверстники которые служили в армии они там копали траншеи оружие вы даже не видели в глаза то есть я о чем говорю я не принимал присягу так вы не принимали но у вас военный билет есть да там что в нем написано военно обязанное или не военно обязанное военно обязанное военное время все немедленно пошлите в военкомат принесите своей рукой в двух экземплярах то что я вам пошлю отпечатайте принесите скажите примите и на другом поставьте что вы приняли все это надо сделать минимум кажется я сейчас могу ошибиться четыре или шесть месяцев до призыва вас уже они не возьмут у нас были наши ребята братья их брали они с бородами служили присягу не принимали все вернулись живые понятно то есть если меня будут принуждать принять присягу я как бы говорю что я христианик я вам пошлю покажу почему нельзя там все данные будут с ссылками на закон я вам не просто дам материал а материал который основывается на библии на канонах на церковном правиле и на конституции российской федерации все правила будут понятно ну в связи с этим они не имеют права что взять предоплату за груз сколько платить надо ну а не обманут какую-то расписку то даст ну конечно николай даже не спрашивать дай я тебе до копейки сразу отдам у меня деньги уже готовы а а когда приедет а когда приедет он сам подъедет ко мне сюда но я ему и адреса дам тогда и вам дам адреса я уже отпечатал но значит можно то есть я ему должен дать 20 тысяч да а ты с ним а то мало ли кто давай подъезжай я сейчас а я понял подъезжайте с богом давайте вот видите Николай как раз мужчина позвонил просит предоплату за груз это и хорошо хорошо у меня сегодня разговор был с Типа Гра я вчера ходил в центральную нашу алтайскую газету алтайская правда и там другие газеты начинаю работать по детскому лагерю я же начальник детского лагеря да а объявления дать встречаемся с родителями раньше я ходил по предприятиям где-то кто-то что-то даст маленько а сейчас в одно место только хожу государственный мелькомбинат и очень очень хороший директор прям сама сама один я принесу ей бумагу и скажу нам нужно десять мешков муки пять мешков там того это допустим ну два мешка того там манки сахару три мешка и она все привезет такой счет большой и все во славу Божию в прошлом году они меня до того удивили приехали а который привез то и говорит разгружайте вот а я говорю не разгружай я не могу грузчик разгружай я говорю подожди вы что за пляги и пляги большие они не знаю кажется 38 что ли литров или даже больше всего ну большие пляги а что такое мед четыре полные пляги вместе с плягами мне отдали запломбированное все очень сильно я не знаю откуда они получили что ну что я там сразу поставил люди взяли сколько в лагерь и везде это очень ее звать Елена а фамилия Ульянова вот как Господь делает и главное как мы познакомились с ней вот сказать попутно только вообще удивительно мне помогал ликероводочный завод а там директор Пальтар Роберт Робертович я пришел а у него один мужик сидит там что-то разговаривает ну что-то и написал то то нам немножко спирту надо там бывает там это ну сделать компресс и проще а он с этим разговаривает слышу разговаривает о голубях а он знал что так вот голубятник на меня он говорит у меня неприятность такая я с Краснодара привез говорит голубей голубка я голубь улетел и потерялся я говорю а как он выглядит он говорит он красный такой немножко поменьше я говорю так он у меня ко мне прилетел а на другом конце наверное города живет человек да вы что ой он до того обрадовался а этот то все слышит директор то и он еще больше расположился а этот то человек потом меня познакомит с этой Юльянова она то ли родня ему или кто он приехал ну я его поймал голубя ему отдал говорит смотри он очень боевой не отпусти да нет он его забрал а он уже женился здесь голубка тоскует проходит дня три он прилетел прилетел да он ее обихаживает она под него крыло за под крыло голову затолкала он ее клювиком целует этот голубь то а он мне приехал и говорит у меня голубь исчез тут я говорю ну он опять прилетел ну я говорю я не могу так я тебе дам его но если еще раз улетит больше не ищи я не могу смотреть там переживательно так я говорю это мелодрама целая мы ему отдам прошла неделя он снова прилетел а вот опознакомил меня он через голубей я к чему рассказываю на самом незначительном господь делает как берет маленький камушек полбу голиапа и полная победа израиля из этих голубей мы познакомились и она уже помогает мне на реле 10 понятно вот поэтому на чем где как люди сойдутся один бог знает да это точно Игнать Тихонович я вот открыл мой мир так вот хотел бы от вас чтобы меня послали так сейчас я подготовлюсь к встрече ко мне подъедут сейчас так в мой мир вы мне вы мне да данное там запишите хоть несколько слов на меня чтобы оно дошло в смысле с фамилиями отчества ну да в моем мире там где ваши фотографии вы напишите скажи жду там ну справку или что я отойду так у вас больше вопросов нет отходим да все выключайте вы по чаще ко мне заходите хорошо мне очень приятно с вами знакомиться взаимно взаимно давайте дальше с богом